Слава Иисусу Христу, дорогие братья и сестры! Я очень рад быть опять в вас в церкви. Я вот думал, ну какую же тему проповеди у вас говорит сегодня? И подумал, что лучше говорить о христианстве. И вот если бы я задал вам вопрос, кто такой настоящий христианин? Ну, вы бы сказали, только тот, который ходит в церковь, правильно? Тот, который молится, там еще что-то. И это все будет правильно. И я хотел бы сегодня взглянуть на Священное Писание и просто оставить пару пунктов для того, чтобы мы пересмотрели нашу христианскую жизнь. И перед тем, как мы пойдем дальше, хотел бы задать вам вопрос, так как задаю иногда студентам. Чем отличается сильный христианин от слабого? Потому что езжу по многим церквям, преподаю в пяти школах каждый год, встречаюсь многих людей. И вот знаете, что я обратил внимание? Это мое личное мнение. Слабый христианин, если что-то в жизни к нему приходит, он винит всех по кругу. Он говорит, виноват тот, виноват тот. И тот виноват, и государство виноват, и сосед виноват, и водители автобуса виноват, и те, которые убирают церкви виноваты, и пастор виноват. А если, не дай Бог, коснется что-то его семьи, или коснется что-то его детей. И вот я видел в одной семье, ну как-то чуть-чуть дети стали, ну не христианскими, чуть-чуть начали засматриваться мир. Как вы думаете, кто в этом всем виноват? Первый, правильно, пастор виноват. Пастор виноват. Молодежный лидер виноват, молодежь виновата, и все остальные. А вы знаете, что делают сильные христиане? Сильные христиане молятся до Бога, и свою надежду возлагают на Бога. И никого в округе не винят в своих трудностях, переживаниях, но они с надеждой возлагая свою надежду на Господа, приходят в Господь. Я не знаю, почему ты допустил это, событие, эту трудность в моей жизни, но я надеюсь на тебя. Я никого не хочу винить в жизни. Я просто хочу это перейти вместе с тобой. И если даже, бываю, дети засматриваются в мир, единственное, что надо делать, это молиться и быть настоящим христианином, чтобы дети увидели в Отце Христа. И вот я сегодня хочу немножко говорить о христианстве, но перед тем, как буду говорить, я хочу поделиться тем, как Бог в этом прошлом году ко мне лично говорил. Тогда, когда мы поехали в Испанию на Крюсейн, мы поехали вот отсюда, начиная с Барселоны, мы проехали всю вот эту территорию, и приехали в Мадрид, и потом вернулись назад. Когда, проезжая вот эту Гуаделандскую долину, мы остановились, чтобы размять немножко ноги. И когда мы пришли в вот это маленькое, такое, сказать по-украински, село, мы проходили мимо вот этого здания. Как вы думаете, что это такое? Что интересно, это оказалось от церковь, которая не имела никакой надписи, и как вы видите, если так посмотреть, то эта улица, это я специально сфотографировал, вот эта арка, и как вы видите, нету никакой надписи. Мы пошли дальше, мы пошли сюда все дальше, потому что тут очень красивое озеро, и наслаждались видом. Друг мой, пастор Вениамин, говорит, слушай, ты видел, мы прошли церковь? И вот эта церковь. Я говорю, слушай, какая церковь? Я вроде бы ничего не видел. Говорит, пошли. И мы заходим в вот эту церковь, вы знаете, купола такая, так оно не видно. Такие купола, и когда мы зашли, так знаете, так только сделали, и такое эхо пошло. Мы нашей спевочей группой, такой, который пели, которая была у нас группа, сразу же все подумали, давайте туда споем. Ну, никого же нету. И стало так, что вот это здание уже не церковь. Это обыкновенный мюзей. Люди зашли, посмотрели вот эти, как они, всякие росписи, потом посмотрели иконы, походили, сфотографировались, развернулись и ушли. Мы все вместе стали и начали петь псалом, как Бог велик. Великий Бог, когда на мир смотрю я. Вы знаете, когда мы начали петь, вот это все здание, люди, проходя, и слыша это эхо, начали заходить в середину. И тогда, когда начали заходить в середину, мы говорим на украинском, на испанском и на английском языке. И мы поняли, что может, давайте что-то дальше будем, потому что люди подходят. И когда люди начали подходить, с правого ряда, я увидел, что зашли славянские люди. Как вы думаете, славяне отличаются от всех людей или нет? О да. Наши славянские люди отличились по всему земному шару. И если их видно, если они идут, ох, очень видно их сразу. Точно так же и христиан видно. И вот они зашли, ими я услышал голос сердца. А я знаю, как говорит Бог. Говорит, открывай книгу Исаии и читай. А я говорю, Боже, ну у меня же Библии нет. Да я же еще и в шортах. Ну по моей догматике, по моим правилам, как консервативного служителя, ну как? Ну это же не проходит. Тем более в церкви. У меня нету Библии с собой. Другой голос звучит. У тебя же в телефоне есть Библия. Открывай и читай. Тогда, когда это все происходит, наша группа начинает петь второй псалом. И я вижу у вот этих славян начинается, знаете, как на глазах появляются чуть-чуть слезы такие. Как будто глаза наполнены водою. Второй голос или третий. Читай книгу пророка Исаии. И слова в этой книге. Надеющиеся на Господа обновятся силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И потом другой голос. Говори людям, что только в Боге есть надежда. А я говорю, Боже, не сейчас. Не надо. Может быть, другой раз. Потому что, ну, обстоятельства не те. Как только они закончили псалом, все сразу вышли. Мы садим, мы чуть-чуть погуляли, мы садимся в машину. И вы знаете, я слышал, как Бог меня сильно обличал. И Он говорил такие слова. Ты что, только поставлен церкви проповедовать? Ты только поставлен проповеди или семинары проводить, по школам ездить? Ты сосуд, который Бог вберет в свои руки. И я тебе говорил сейчас. Говори. А ты этого не делал. Вы знаете, я так давно не слышал такое слово обличение от Бога. И потом я начал думать и рассуждать. Разве я спасаю? Когда мы читаем Священное Евангелие, там написано, Христос сказал, идите и спасайте. Кто из нас в этом зале может спасти хотя бы одного человека? А какую задачу нам дал Бог? Идите и проповедуйте. Идите и будьте солью. Идите и представляйте Царство Божие в этом мире. Люди этого мира, они, может, многие не читают и не ходят в церковь, но они имеют нас. И когда они с нами соединяются, встречают нас, они тогда могут увидеть Бога. И я пообещал Богу. Боже, я думаю, что я в Испании не первый раз, еще не последний. Я вернусь назад туда. Может быть, с группой. И, может быть, не будут эти люди. Но тогда, когда многие услышат это пение, я обязательно прочитаю это местописание. Боже, я тебе обещаю. И вы знаете, отлягло. Я понял с этого примера и хочу вам сказать, есть моменты тогда, когда мы должны просто говорить, что ложит Бог в сердце. Иногда, может, ситуация не такая, не мы спасем. Некоторые, например, миссионеры затрудняются, говорят, вот мы поехали, мы проповедовали, мы говорили, мы делали то, мы делали то, и никто не покаялся. Кто может спасти человека? Никто. Только Бог. Но тогда, когда мы делаем то, что нам поручил Бог, мы придем в небо и мы скажем, Господь, своею жизнью я хотел отобразить Тебя. Своей жизнью, Господи, я свидетельствовал о Тебе. Я проповедовал, я говорил, я старался иметь мир с ближними, с соседями, с государством. Я никого не обличал. Господи, я старался быть христианином так, как говорит Писание. Господи, я старался. Но Ты, Господь, спасаешь. Как вы думаете, Бог даст награду тому христианину, который это делал, или нет? Конечно, даст. И если мы пройдем весь мир, и, может быть, из нашей проповеди никто не покается, но я исполнил то, что сказал мне Бог. Иди и проповедуй Евангелие. Вот это я так и делал. Дальше хотел бы косниться, ну, кто же является настоящим христианином? Смотрите, тогда, когда Христос задал даже вопрос, одно время, когда Он молился, в единенном месте, ученики были с Ним, Он спросил, за кого почитает Меня народ? Итак, за кого почитают Меня, как человека, который живу, вот я не знаю, какой у вас тут район, на своей улице, в своем районе, как на Меня смотрят люди? Я обратил внимание, что нам люди дают оценку. Каждому христианину дают оценку. Тогда, когда мы живем сейчас в мире электроники, когда мы, например, идем в ресторан, особенно молодежь это знает, они открывают Гугл и смотрят что? Отзывы. Сколько людей дали отзывов? И если там 4.5, то это хороший ресторан или плохой? Хороший. Если вы идете покупать какую-то мебель, хотите купить какой-то электрический прибор, иногда на веб-сайте или на Гугл, как многие знают из молодых, проверяют, что люди говорят о них. И вот мы собирались купить холодильник дома. Моя жена говорит, давай купим такой. Я говорю, подожди, я проверю, что люди об этом в холодильнике говорят. Мы открываем и смотрю, Наталья, мы покупать его не будем. Почему? 100 людей купило, из них многие написали, что плохой. Зачем покупать? Люди уже пишут отзывы. Мы посмотрели другую марку и нашли другую марку. Вы знаете, что тогда, когда мы общаемся с этими людьми этого мира, нам дают тоже оценку. Сколько у нас любви, сколько у нас помощи, какие у нас добрые слова, какое у нас прощение, смирение, терпение. И когда мы затыкаемся с этим миром, люди нас оценивают. Не только оценивают то, что мы христиане, одели косыночку, может быть, что-то другое, но они смотрят на наши дела и поступки. Итак, как я узнаю, что я есть настоящий христианин? Хотел бы предложить вам местописание, которое пишется Фессалоникийцам, 1 глава, 6 и 8 стих. О чем они говорят? «И вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Асии». Не хочу рассказывать по истории, где это было, «Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахии, но во всяком месте прошла слава о вере вашей Бога, так что нам ни о чем и не нужно рассказывать». Итак, когда мы прочитали это местописание, давайте его разберем. Итак, первое, о чем говорит это местописание, подражай. И вот мой вопрос, братья и сестры, а кому мы подражаем? Оказывается, когда мы вникаем в Слово Божье, Писание говорит, подражай и не подражай. Смотри и копируй, как сказать, или не копируй кого-то. Итак, первое, «И вы сделали с подражателями нам и Господу». Первое, на что я хотел бы обратить внимание, христианин отображает Иисуса Христа. Он подражает Иисусу Христу. Он подражает его поведению, он подражает ему словам, он подражает его, как он жил, как он стремился. И когда я прохожу жизнь Иисуса Христа, я начинаю проверять себя, я говорю, «Боже, во многом мне далеко». Когда мы читаем, когда мы смотрим нашу жизнь, дети похожи на нас и иногда подражают нам. Смотрите, отец и сын. Сын подражает отцу. Сидит мама и сидит дочка. И вот тогда, когда дочка настоящая, которая родилась от мамы, видите, мама сидит, ручку взяла в рот и дочка взяла. От чего? Мама сидит и будет волосы крутить и дочка будет волосы крутить. Почему? Оно передалось ей по ДНК, по генам ее. Мы, как народ Божий, раньше были неспасенные, которые были далеко от Господа. Но когда мы получили новое рождение от Бога, мы получили новое ДНК, мы есть дети Божьи. И когда мы получили вот это новое перерождение, если ты был волком, если ты был львом, если ты был медведем, произошел один момент, когда ты переродился, у тебя поменялись чувства, у тебя поменялось поведение, у тебя поменялось стремление, у тебя поменялись мысли. Почему? Ты получил новое ДНК от Бога, которая есть любовь, за что слава Богу. Очень важно в жизни, братья и сестры, иметь вот это Божье ДНК, потому что мы есть подобие Его, мы рождены от Бога, и это рождение поменяло нас, возродило наш Дух, возродило нашу Душу, посредством Духа Святого мы имеем общение с Богом посредством нашего Духа, когда мы читаем Иоанна, там написано, ибо Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться в Духе и Истине, и таких поклонников ищет Бог. Смотрите на следующую картинку, идет дедушка, идет сын, и кто идет? Внук. Точно так же. Братья и сестры, я понял одну истину, когда мы близко с Богом, когда мы приближаемся к Богу, вот этот характер, вот это отношение, вот это все ДНК Божье, оно остается в нас, и оно не остается в глубине нас, оно начинает действовать на других людей, и тогда, когда мы соприкасаемся с этим миром, мы стараемся отобразить Бога, но не кого-то другого. Смотрите, что такое есть подражание? Это следовать образцу. Образец у нас Христос, все остальное, братья и сестры, это только тень от Христа. Тогда, когда мы читаем Старый Завет, оно говорится это тень, и тень говорит о Христе, но мы, оставляя самое главное Христа, мы начинаем говорить о тени, мы начинаем говорить о том, что надо то делать, то делать, то делать, и люди не меняются. Помните Захея? Человек, который верующий был, знал закон Божий, ничего не могло с ним поменять, что ему надо? Ему надо было встретиться со Христом. И как только он встретился со Христом, у него в один момент произошло вот это перерождение, и он понял, что он обманывал людей, и он сказал, кого я обидел, воздам четверо. Это, братья и сестры, перерождение, это человек в один момент встречи со Христом, он получает вот это ДНК Божье, вот это натуру Божью, и он не мог остаться просто так. Ему надо было совершить покаяние. Он совершает покаяние, говорит, половину имения отдаю нищим. Кого обидел, воздам четверо, зная по закону это говоря. Следующее, учение. Учение, братья и сестры, я в учении пребываю. Вы знаете, когда я готовил тему о ученичестве, открываю интернет, открываю книги, как много философии. Ну, кто такой ученик Иисуса Христа? И вы знаете, когда коснулся, те объясняют так, те объясняют так, те объясняют так. Я думаю, Боже, ну где же, а где же Евангелие? И тогда, когда я начал изучать Писание, оказывается, сам Христос сказал, семь пунктов, кто есть мой ученик. И тогда я задаю вопрос, а почему многие об этом не говорят? Они берут психологию, как правильно подойти, какой должен быть подход, как надо подходить, как реагировать на вербальные или на невербальные знаки, как человек себя слушает и не слушает, а подождите, почему мы взяли что-то другое, тогда, когда Христос самое первое сказал, семь пунктов, если ты хочешь быть моим учеником, сделай то, то и то. И там дальше пишется, если никто не берет креста своего и не идет за мной, тот не может быть кем? Верующим? Моим учеником. И когда мы смотрим на учение Иисуса Христа, мы поражаемся, оно совершенно не соответствует науке этого мира. Когда мы читаем пятую, шестую, седьмую главу от Матфея, там четко говорится, и вот мы сегодня со студентами рассуждали о Матфее, и там написано, когда кто-то принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два. Тогда, когда была Римская империя, люди римлян ненавидели, а тут Христос говорит, если тебя принудят идти одно поприще, иди с ним два, так сказать, Христос, зачем? Это же глупость. Люди, которые нас завоевали, нас будут призывать к какой-то работе, нести их не тяжести, а мы потом еще, как сказать, сами проявим желание нести эти тяжести еще дальше. Закон был такой, римлян мог остановить и нагрузить вас определенной ношей, вы должны были идти одно поприще, скажем, ну сколько, я не знаю точно, ну скажем, два километра, пять километров, не знаю точно, и вот вы принесли пять километров, а Христос учил, ну неси еще пять. Зачем? Не зря Христос это говорил, потому что тогда, когда вдруг ты начнешь нести, люди увидят, что ты не такой человек, как все. И вот христиане, они не такие, как все, у них не такие законы, как в этом мире. И тогда, когда ученики шли за Христом, они очень много задавали ему вопросов, и он им говорил и объяснял, вы не так поступаете, как в этом мире, а я вам говорю, кто хочет быть начальником, кто хочет быть первым, кем он должен быть? Слугой и рабом. Боже, это что это за наука? И вот вы знаете, а это учение Христа. И вот этому как будто надо подражать, к этому надо стремиться, копирование. Кого мы копируем? Мы копируем какую-то другую церковь, мы копируем какое-то другое служение, или мы то, что получили от Бога, мы вместе собираемся и делимся тем благословением, которое благословил меня Господь. Вы знаете, копирование церковь, копирует церковь. Так, там тебе поставили лампочки, давайте и мы поставим лампочки. Сделали, как же он называется, большой телевизор сзади поставили, давайте и мы поставим. Давайте, там свет потушили, давайте и мы свет потушим. Как вы думаете, в этом благодать пополняется или нет? Может быть, я не знаю. Но на меня оно не действует. Знаете, что на меня больше действует? Живое, истинное Слово Божье. Вот тогда, когда Слово звучит, Слово Божье проникает до разделения наших мозгов, души, тела и все остальное. И я тогда знаю точно, что перемена проходит. Но тогда, когда есть влияние музыки, давление психологии, и все остальное, и людей, оно располагает. Скажите, пожалуйста, музыка располагает или нет? Да. Давайте, где у вас тут пианист? Сядь, заграй такую плачевную мелодию, а я вам расскажу, как страдал Христос. Я вам расскажу случай жизни, как бедная вдова, ей было тяжело, у нее были дети, и вот так, вот это, я нашла Христа, и вы знаете, у меня хватит слов подвести вас под слезы, и некоторых даже вывести на покаяние. А дальше? Как проверить, ты по-настоящему покаялся, или ты под эмоциями вышел? Под эмоциями, если ты вышел, если ты вышел, твоя жизнь должна поменяться. Но если ты после этого покаяния назад вышел, и в жизни твоей ничего не поменялось, это просто были эмоции. Ты вышел под давлением музыки, жалких слов, но тогда, когда ты вышел по-настоящему под водительством Слова Божьего, оно человека меняет. И тогда, когда Слово Божье проникает, оно меняет его, и он выходит и говорит, Божье, я больше так не хочу. Господи, я хочу поменять мою жизнь. Смотрите, Христос встречает, до Христа приводит женщину, взятую в прелюбодеянии. Ему хватило пару слов, чтобы поменять ее жизнь. Тогда, когда сидит Матфей, прекраснейший бизнес, который он имел, это сбор налогов, мытник. Хорошая работа или нет? Прибыльная работа, очень хорошая работа. Но Христос подходит, говорит, следуй за мной. И не было ни музыки, ничего-то другого, жалких слов. Вот это Слово следует за мной. Оно его меняло. Почему? Оно проникало внутри. Почему? Оно было наполнено благодатью. Оно было наполнено силой Божьей. Вы знаете, моя мать, я уже вам говорил, покаялась только с одного слова. дитину вожай, записывайся и двери зачинятся. И сказал старший человек, что не делает, двери закрываются, потому что было под помазанием Духа Святого. Братья и сестры, разбирая сегодня вот эту тему, первое, я хочу быть подражатель Иисусу Христу. Дальше, придите ко мне все труждающиеся и примененные, я успокою вас. возьмите иго мое на себя и что делайте? Научитесь. Следовательно, чтобы подражать, надо научиться. От кого? От Христа. Ибо я кроток и смирен сердцем. когда мы начинаем говорить о кротости, когда мы начинаем говорить о смирении, многим не нравится. Ну, разве это путь христианский? То наоборот, надо давление, надо лидерство, но Христос показывает, что научитесь от меня, ибо Христос сначала был кроток и смирен сердцем. Настоящий христианин подражает Христу в таком качестве, как кротости и смирение сердца. Потому что Бог смиренным дает что? Благодать. И вы знаете, братья и сестры, я в жизни это пережил. Чтобы тебя возвысил Бог, чтобы Он тебе дал служение, если ты не смиренный, ты не будешь иметь Божьего благословения. Потому что Бог смиренным дает благодать. Следующее. Подражайте Богу, как чадо, какие возлюбленные. Но чтобы это все делать, это большая работа над собою, не над кем-то другим. Это в молитве надо говорить, Боже, помоги мне. Тогда, когда мы читаем дальше, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. И вот многие, подходя к хлебопреломлению, говорят, ну, я не знаю, в чем мне каяться? Ну, вроде бы, ну, в чем мне каяться? Вот мы все христиане, ну, в чем нам каяться, братья и сестры? Ну, че мы когось крали? Че мы обекрали когось? Че мы, может быть, вбили? Нет. Че мы сблудили? Нет. Что мы еще? Ну, мы живем же святой жизнью, ну, что мы сделали? Но тогда, когда мы в молитве предобщением святым духом подходим и ставим себя со Христом, потому что как то, что пребывает днем, должен поступать, как он. И когда я начинаю молиться, я говорю, Боже, да я еще далеко до Тебя. Я много в своей жизни еще не поступаю, как Ты поступаешь, ни в словах, ни в делах, ни в терпении. Боже, помоги. И когда идет чаша, когда идет хлев, я просто-напросто смиряюсь пред Богом и говорю, Боже, прости меня, потому что я не достиг еще Тебя. Я еще очень далеко от Твоих слов, от Твоего учения. Я стараюсь, но помоги мне. И Бог, видя это смирение, дает благодать и силу Духа Святого. Точно так же, смотрите, привожу вам пример. И пришел опять в синагогу, это тогда, когда Христос зашел в синагогу, и там был человек, имеющий сухую руку. И когда приступили к нему, начали ему задать много вопросов, он, написано, взглянул на них с гневом. Ну, какие были слова? Какие были поступки? О, как иногда нас люди достают. Как иногда бывает, жена вроде бы нас достанет. Или муж достал жену. И вот и так хочется ему выполнить за все пять роков, что в имени тогда пик. Або вспомнить, что в им то, что с дробей. Або еще что-то. Вы понимаете, братья и сестры, Христос посмотрел с гневом. Но были правильные слова, было правильное поведение. И он спросил просто такие слова, хорошо ли исцелять субботу или нет? Делать добро или нет? И подошел и исцелил этого человека. Смотрите, точно так же Писание говорит, не подражай. Возлюбленный не подражай чему? Злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло и не видел Бога. Вы знаете, бывает в церкви. Ну, с покусы когось, дьявол какогось брата. Став, выступает, начал говорить то, 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 те негодуют. И в рот витик, и начал как будто наговаривать и на того, и на того, и на того. И некоторые смотрят, о, если он себе позволил, и я себе позволил. Если той позволил себе говорить так, и я буду говорить. Если той позволил себе так поступать, и я так буду поступать. Братья и сестры, стоит ли подражать плохому? И что, когда мы смотрим на эти вещи, что говорит Священное Писание, оно говорит, если ты христианин, подражай Богу, подражай добру, стремись к святости, и так же само смотри и не делай те, которые поступают плохо, не иди их путем. Вы знаете, за последние вот эти три месяца Бог меня учил, знаете чему? Чтобы так не делать. Иногда мы смотрим на людей, смотрим, они делают хорошие дела, и хочется подражать ими делать. За последние три месяца я увидел дела многих христиан, которые сказали, Боже, сохрани меня таких действий. Они тоже выступают как учителя, которые показывают нам, смотри, но не делай, смотри, но убегай от таких людей, смотри и удаляйся от таких людей. Писание четко говорит, последние дни придут времена такие, такие, такие-то, и люди станут, и вы знаете этот список. Знаете или нет? Что написано? Дружить с ними? Удаляться. Почему удаляться? Потому что ты научишься поступать так, как они поступают. Ты научишься, потому что Писание говорит, не подражай этим людям. Христианин не подражает злому. Дальше. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, что делать? Подражать. Подражать добру, проповеди, служению. Молодые братья, молодые сестры, я вас прошу. Наведите правильные отношения со служителями, с руководителями церкви. Наведите так, чтобы быть рядом с ними и сначала учиться, как они делают. А потом, взирая на ихнюю кончину, на ихнюю веру, на их нестремление до Бога, вы бы могли дальше употребить свои жизни. Читаем дальше. И вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящейся Иудеи. Вы видите, что не только жизнь, но и церковь тоже выступает как подражание Христу. Как настоящая церковь, которая проповедует имя Иисуса Христа. Итак, второй пункт, который мы перейдем, время уже бежит. Вы стали образцом. Первое мы прошли, это то, что подражать Христу. Второе, стать образцом. Вот образцом стать, это тоже тяжело. Смотрите. Так что вы стали образцом для всех верующих Македонии и Ахии. Это Священное Писание говорит о том, что в нашей жизни мы не только должны отображать, но мы должны быть образцом тем, что люди на нас смотрят и потом, может, захотят поступать точно так же. Что такое есть образец? Это показательное, то, чему следовало подражать. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом. В чем? Для верных. И теперь мы считаем вот эти качества. В чем быть образцом? В слове, жизни, любви, духе, вере и чистоте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, учит ли нас Священное Писание или нет? Тогда, когда мы в нашу жизнь смотрим, братья и сестры, Слово Божье – это зеркало. И вот вы сегодня все пришли, все причесаны, красиво одеты, и у вас нету никакого недостатка. Почему? Вы смотрели в зеркало. Вы оделись, вы нормально. И христианин должен смотреть вот это Слово Божье и проверять свою духовную жизнь, дабы видеть свое духовное состояние. Итак, мы, как христиане, являемся образцом первое в Слове. Какие у нас слова? Наши слова должны нести за собою, по-английски называется values – определенное значение, определенный вес. Не просто пускай слова просто так. Если ты сказал Слово, ты же должен что сделать? Выполни его. Не пускай слова просто так. Каждое Слово твое, особенно если ты служитель, если ты несешь какое-то служение, твое Слово имеет вес. И ты не можешь пускать слова свои просто так. Так, каждое Слово, которое мы говорим, братья и сестры, даже Христос учил нас, как молиться. И Он сказал, не будьте многословны где? В молитвах. Но бодруйте в молитвах. Вот сегодня вечер, а мы, ой, Боже, дякую тебе за рану. Ой, то есть, какие рану? Вечер же сегодня. Мы должны контролировать, что мы говорим. Наша молитва не должна быть заученная. В нашей молитве должен был прославленный Бог Иисус Христос. Если мы склоняемся и мы говорим заученную молитву. Боже, благослови мужа, благослови детей, благослови нашу церковь, благослови мою работу, дай мне здоровье. Благодарю за твою милость. Что еще дальше? Благослови мое хозяйство. Дальше. Дай здоровье. Я уже сказал. А? Что-что? Что-что? Ну, два раза за церковь добрая. А что дальше? Что мы упустили, братья и сестры? Мы не прославили Бога нашего. Когда мы начинаем молитву на Отче наш, Отче наш Небесный, досвятится что? Имя Твое. Мы начинаем говорить, Боже, я благодарю за Иисуса Христа, Сына Твоего, через Которого я имею спасение. Боже, это самый большой дар, который я имею. Боже, за прощение грехов, за то, что Ты меня простил, за то, что Ты меня оправдал, за то, что есть Дитя Твое. Братья и сестры, что может быть больше? Ничего. Это самое главное. А мы это опускаем. Господь должен быть прославлен. Он открылся язычникам для того, чтобы они прославили Его. Бог от церкви, от каждого спасенного, ждет славы и прославления имени Своего. Не только в словах выражать наши нужды. Второе. Жизнь. Не надо много проповедовать. Достаточно, чтобы мы жизнью по-настоящему были светом и солью. Время убегает. Любовь, дух, вера и чистоте. Идем дальше. Во всем показывайте. Я не думаю, что братья и сестры, это все надо объяснять. Я думаю, что кто-то из молодых братьев, если продолжит мою тему, я буду весьма благодарен. Можете объяснить в другом ракурсе, что такое есть житие, любви. Любовь по отношению в семье. Любовь по отношению к детям, к служению, к этому городу, в котором живу. К людям, которые окружают вокруг меня. К членам церкви. Это все проявление любви. В духе. Как мы соединяемся в духе? У нас дух унылый или он бодрый дух, который соединяется с Богом, который готов. Знаете, что такое христианин сильный в духе? Он готов внести тяжести. Вера и чистота. Как нам много не хватает веры. Как чистоты не хватает. И об этом всем говорит Писание. Дальше. Во всем показывайте себе образец чего? Дальше идет добрые дела, учительстве, чистоту, степенность, неповрежденность. И это все есть образец. Оказывается, Боже, ты до меня лично так много говоришь, чтобы я в этом всем был образец. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был сравнен, не имея ничего сказать о нас худого. Что дьявол мог сказать о Иове? Одно слово. Забери у него все, что он имеет. Забери, потому что ты его оградил кругом. Забери, будем увидите. Чи он будет тебя прославлять, чи нет. Не мог сатана докопаться до Иова. Как мы часто вспоминаем людей в Священном Писании, и был праведный муж. А вот давайте скажем честно. Ну вот ставь бы сатана, что бы он на нас сказал? Не дай Боже, чтобы только верующие не побачили, чи кто-то другий. А сатана все-таки знает. И может он пристанет пред Богом и говорит, это твой? Это Петро, Саша, это Алексей, кто-то твой? Да слухай, ну подивись, что ви друга. И вы знаете, тогда может было бы стыдно. Как хорошо, что Бог не открывает наши грехи, не открывает наш разум, не открывает наши мысли. Потому что нам было бы очень, очень может быть стыдно. Читаем дальше. Испытуйте самих себя. Оказывается, Писание призывает нас, как христиан, просматривать свою христианскую жизнь. Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. А вы знаете, кого исследуем? Другого. Сосед, конечно. Кого лучше видно, себя, чем соседа? Со стороны виднее. Мы скажем, кому надо, можно принимать хлебоприловление, кому нельзя. Кто достоин, кто недостоин. Кто святой, кто не святой, кто молитвенник, кто не молитвенник. Кто настоящий христианин, кто не настоящий христианин. Мы все об этом можем сказать. Но Писание говорит самое главное слово. Себя. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны вы быть. И вот посмотрите на вот эту маску. Вы знаете, братья и сестры, как не хотелось бы иметь вот эту маску на теле или на лице своем. Придя в церковь, раз, одел маску. Братья и сестры, слава Богу. Пастор, слава Богу. Молодежь, слава Богу. Да, да, да. А пришел на работу, то люди говорят, о, пришел уже. Все, я пришел. Почему? Бо той пришел. Вы знаете, как-то оно должно во всех отношениях, должно быть все правильно. Все отношения начинаются с нашего дома. Отношения мужа и жены, детей. Потом окружение, церкви. И это наша вся жизнь. И вот вы знаете, ну вот эта маска, ну, поможи нам, Боже, чтобы ее никогда не надягать. Дальше. И тогда, когда мы будем образцом, подражателем. Смотрите, Слово Господне проповедуется. Читаем дальше. Ибо от вас пронесло Слово Господне не только в Македонии и Ахии, но и во всяком месте прошла о чем? Слава о вере вашей в Бога. Смотрите, если мы будем настоящим образцом, если мы будем подражать Богу, не надо говорить о церкви Ковчег, не надо большую рекламу делать. Люди узнают, что там люди подражают Богу. Что там люди, которые являются образцом, если они сказали, они выполнят. У них Христос на первом месте. У них не имя какое-то. У них не звание какое-то. У них Христос на первом месте. И люди это увидят. Подражай Христу. Будь образец. И проповедуй Слово Божье. Он дает утомленному силу, изнемогшему дает крепость. Утомленные юноши ослабевают. И молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновляться силе, поднимут крылья, как орлы, потекут не устанут, пойдут и не утомлятся. Дорогие братья и сестры, это мое самое любимое место священного Писания. Потому что наша надежда на Бога. И давайте, когда мы сейчас будем молиться, мы будем проверять не кого-то другого. А давайте ставим, скажем, Господь, вот я слышал Слово Божье. Хочу подражать Тебе. Хочу быть образцом. И хочу, чтобы Евангелие проповедовалось через мою жизнь, через мои поступки, через мои уста, дабы имя Твое было прославлено. Иисусу слава во веки. Аминь. Будем молиться.